На этапе подготовки нового кодекса о земле Александр Лукашенко выдвинул чёткие требования к документу. Собственность государства, на земле лесного и сельхозназначение – не единые возможности для спекуляции. А главное – максимально простые и справедливые условия для людей. Ведь земельные коллапсы белорусам не раз ложились бумагами на стол президента. Таких случаев было немало. В Брестской области, я помню, мы принимали решение, когда живут родители, у него полгектара, а сын хочет там что-то построить, пристроить – невозможно. Пришлось принимать подобное решение. Вот тут вопрос есть. Этот вопрос надо решать. Если достаточно земельного участка, родители живут, сын или дочь хочет построить дом или пристройку это сделать. Вполне, это и его участок. Эти слова президента очень созвучны с давней мечтой Валентины Мачекиной из-за городковей на Могилёвского района. Мама троих дочерей, а теперь уже и бабушка четверых внуков давно хотела, чтобы на её приусадебном участке кто-то из детей построил дом. Благо, земли для этого хватает. Для стройки есть всё необходимое – удобный подъезд, коммуникации. Ради того, чтобы дети построились рядом, Валентина Фёдоровна готова даже пожертвовать частью огорода. Казалось бы, всё логично, но осуществить задуманное много лет не получалось из-за норм земельного кодекса. Каждый раз мечта Валентины Мачекиной спотыкалась о букву закона, обойти которую было невозможно. Нельзя было, потому что если я отказываюсь от земельного участка, значит его должны отдать человеку, который стоит по очереди первый, как нуждающийся в земельном участке. Теперь с отступлением нового закона, значит я имею право уже отказаться от своего участка и отдать своему ребёнку, который стоит как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Мы очень довольны этим новым законом и ждём его. Надеется решить свой наболевший земельный вопрос и Антонина Козлова. Десять лет назад её семья в агрогородке Вена получила участок земли, который был разделён на две части – для постройки дома и для возделывания огорода. Когда Козловы возводили сарай, вышли за периметр строительного участка на 20 сантиметров. И получается, сами у себя захватили часть земли. Ещё бы было ничего, пока мы не стали оформлять документы. Вот всё-таки мы уже люди в возрасте, надо думать о том, кому это что достанется. И когда мы столкнулись с ситуацией, к нам пришли обмерить наш участок, и у нас незаконное строительство. Мы захватили свою же землю. И вопрос этот не решался. И если раньше каждый такой случай президенту приходилось разбирать лично, то теперь проблемы, связанные с незначительными нарушениями, сможет решать местная власть. Такое перераспределение полномочий – в первую очередь эффективное пользование землёй. Десять лет законодательство не менялось, поэтому, наверное, уже пришло время. И люди сталкивались с вопросами, сталкивались с проблемами, которые не решались годами. И было очень сложно. Ну а сейчас они уже, наверное, знают больше, чем я. Потому что уже гораздо раньше звонили, писали, спрашивали, каким образом, а когда уже вступят. Ну а сейчас, когда уже всё в свободном доступе, уже бегут, уже спрашивают, уже можно? Я говорю, нет, пока нельзя. Ну вот ждём. Что-то в сентябре, что-то в январе у нас войдёт в силу. Ну и будем работать. По результатам инвентаризации только в Могилёвской области было выявлено 13 тысяч самовольных построек. Уже осенью в стране заработает так называемая земельная амнистия, которая позволит решить эти вопросы без лишних проволочек. Что особенно важно для людей, которые много лет были заложниками старого кодекса и теперь смогут вздохнуть с облегчением. Юлия Мычко, Василий Лосенков, Могилёвская область, СТВ.